Многое зависит от того, успел ли Сережа восстановиться, потому что, в общем, в Коломне на Кубке Шавырина там неожиданно, в общем, его как-то так накрыла болячка, тяжело, не просто было восстанавливаться, даже с полуторки он снялся, не бежал 1500 метров. Ну, вот вроде бы, судя по тем словам, которые сказал Сережа несколько дней назад в интервью корреспонденту Матч ТВ, сайта Матч ТВ Сергею Лисину, вроде бы практически восстановился, ну и там по те пару дней, которые оставались до старта чемпионата, они как раз должны были и, по мнению Сергея, дать ему возможность восстановиться полностью. Сережа сейчас, в общем, вполне может претендовать на хорошую сумму многоборья и, я думаю, что даже не просто бороться за попадание на десятку, то есть пробегание всех четырех дистанций, но даже и бороться за место в шестерке, там как пойдет, может быть, и за медали. Посмотрим. 500 метровая дистанция, конечно, не самая сильная сторона конькобежца Сергея Трофимова. В этом году даже из 38-ми ему не удавалось выбегать, 38-10 в Коломне, но лично 36-51 в Инцеле в марте прошлого года, вот где-нибудь из 37-ми, я думаю, что это было бы хорошее начало чемпионата для Сережи. Согласен? Да, может быть, может быть. Ну, не очень повезло с жеребьевкой, потому что Сережа бежит один. Хороший был напарник, которому поработать на переходную в спину не помешал бы Сергею. Ну, даже мало дорожки и не было. Ну, да. 37-24. Так, было бы лучше, чуть-чуть быстрее, ну, 37, но с другой стороны... В Коломне-то 38-10 было, понимаете? То есть 37-24 неплохое начало. А в Коломне это было в октябре? Сейчас. Это было на призе Шеврина. Ну, тогда снимаем все вопросы и будем следить за тем, как Сережа сегодня 5 километров пробежит. На дорожке Феликс Малый, немец, и Харальд Силовс, опытнейший представитель Латвии. Ну, у Харальда высокий личный результат, один из самых высоких, если не самый высокий среди участников этого чемпионата. Да, 35-32 личного рекорда, так близко нет ни у кого похожего. Но другое дело, что достаточно давний, во-первых, этот результат, и Харальд в нынешнем, в последние сезоны не так здорово бежит. Ну, хотя разгон, по меркам многоборца, неплохой. 10-2. Ну, Феликс Малый много ему проигрывает. Ну, Феликс Малый вообще первый раз в этом сезоне официально бежит на официальном соревновании в 500 метров. Ну, у Харальд, надо сказать, что он еще представитель шо-трека, поэтому он и так часто им не проигрывает у нас. Ну, больше того, можно вспоминать историю Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, когда он в один день витал из конца в конец Ванкувера, когда у него в одном дворце был старт шо-трековый, в другом конькобежный. Но, тем не менее, тогда ему удавалось это все совмещать. Но вот при том, что, кстати, обратите внимание, сегодня и завтра у нас и чемпионат Европы по шо-треку, и там Денис Айропетян и Семен Иллистратов отобрались на своих дистанциях в четвертьфиналы. Сегодня вы увидите это все в прямой трансляции. Ради этого даже мы мужские забеги, по-моему, на 5000 метров у нас пройдут чуть позже, не в прямом эфире. Но интересно это будет последить, все увидите на нашем канале. Шимон Палка и Себастьян Дружкевич стартуют. Ну, Палка молодой поляк, тоже дебютант. Что касается Себастьяна Дружкевича, в его карьере тоже было выступление под польским флагом на международных соревнованиях. Ну, сейчас он снова Чех. Стоит. 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 Неофициальная информация, которая к нам приходила, Елизавета Козелина все-таки снялась. Она проходила на дистанцию 5000 метров в женском многоборье, но снялась все-таки Лиза не специалист пятерки. И для нее это было бы очень тяжелым испытанием, которое могло бы ударить по ней в дальнейшем, по всему остальному сезону. Поэтому квоты она должные заработала для страны, а пятерка не побежит. И, соответственно, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова побегут только 5 километров. И компанию всем составит как раз Роксан Дюфта. Даже неиды нету на Роксан Дюфта. Но тем временем Палка и Дружкевич четвертое и пятое время показали очень скромные результаты. Ну, пока достаточно долго Силовса, может быть, даже до конца будет возглавлять этот протокол. Ну, Сергей Трофимов пока второй. Давид Геотто. 38-32 его личный. В этом сезоне 39-77 только лишь имеет. И Артур Янички. Это еще один польский дебютант 20-летний. Ну, скоро ему 21 исполнится. 38-63 личный, 39-13 в этом сезоне. Ну, так достаточно резко проводят... Так, не поняли, в общем. Был фальстарт, не был спортсменный. Судьи могли бы погромче... Очень... Извещать сразу же подряд были. Просто два выстрела было сразу подряд. И не сразу понятно было, что это был фальстарт. У них там два выстрела прозвучало и... Не знаю, может быть, я как-то расслабленный был, но я услышал разницу. Да, да, да. Ну, вот, возможно, что они просто не расслышали. Да, да. Том Видер Йоханссон, норвежский стартер, на этом старте работает. И рефери Берри Де Йонг. Ну, и Гьотто, в общем, вряд ли... Обладая, в общем, уже определенным опытом, ну, 500 метров, конечно, он не любит, не умеет бегать. Ну, а что касается Артура Янечки, ну, первый раз. Ой-ой-ой-ой-ой. Буквально 50 метров пробежал Гьотто. И, по-моему, какая-то травма паховых мышц. А у него, и, в общем, я так подозреваю, что для него чемпионат закончен. Ну, Артур Янечки бежит до конца. Посмотрим. С техникой, конечно, есть большие проблемы. 38-14. Личный рекорд, причем полсекунды с личного рекорда сбрасывает Артур Янечки. Не так часто просто люди многоборского склада бегают, скажем так, стаерского склада бегают 500 метров. В связи с этим и рекорды обновляются не очень часто. Ну, хорошо, есть возможность все-таки их обновить. Да, это где-то очень неприятная эта травма. Не часто я у конькобежцев, больше чаще встречающаяся у легкоатлетов. Ну, вот буквально сейчас показали повтор. Буквально три шага со старта. И, кстати, ну, это неприлично говорить, но, возможно, стартер в этом виноват. Потому что они дернули мышцы вот так вот на первом фальстарте. Причем никто не понимал, они бегут, не бегут. Вот это вот все, оно могло повлиять на то, что потом произошло. Дау де Фрис и Свен Крамер в пятой паре. Свен именно здесь, в Калальбо, в 2007 году, 12 лет назад, впервые в своей карьере. Стал чемпионом Европы. Сейчас приехал за десятым титулом. Позволит ли ему спина выиграть этот десятый титул? Ну, вот это нам как раз и предстоит узнать. Король многоборья, безусловно, самый титулованный голландец. Ой, да, у де Фрис едва не упал на входе в большой поворот. Ну, а Свен, конечно, выкладывается по полной. Свен уже сказал, что у него всего три старта в этом сезоне будут. Это чемпионат мира на отдельных дистанциях, 5000 метров в Инселе. И чемпионат мира по классическому многоборью. Тридцать шесть, шестьдесят девять. Достойный, достойный результат всего. Получается, тридцать шесть сотых проиграл Харль Лусиловсу. Да, да. Шестьдесят шестьдесятых. Да, ну, в принципе, если у Крамера тридцать шесть, семнадцать, личный. И в этом сезоне тридцать шесть, девяносто одну он всего лишь бежал в Хиренвейне. То есть здесь тридцать шесть, шестьдесят девять. Ну, а вот сбой, да, у де Фриса. Ну, хотелось бы добавить, что это самая сложная дистанция для Свена Крамера, как бы это ни звучало. Ну, самая сложная дистанция это и для Данилы Семерякова. Это правда. Крайне редко бегает он. Но вот сейчас на Кубке Шавырина солидно обновил личный рекорд. Тридцать семь, тридцать. Патрик Рюст все-таки имеет результат гораздо выше. Тридцать шесть, двадцать семь в Хамаре позапрошлом году. И тридцать шесть, сорок две в Хиренвейне в этом сезоне. Фальстарт Патрику Рюсту набрался у спринтеров. Продолжают, продолжают, да, голубцы проверять. Да, ну, видно, видно было, что, в общем, не замер спортсмен. Полностью. Ну, Патрик Рюст выходит на этот чемпионат в рамке чемпиона мира. Действующего чемпиона мира по классическому многоборью. Хотя, конечно, как в знаменитом российском фильме, на его месте должен был быть я. Должен говорить с Верландо Педерсон. Потому что он должен был тот чемпионат в Амстердаме выиграть. Ну, редкий случай упал на десяти километров. Сейчас сложная ситуация будет на переходной у Даниила Семерикова. Нет, разойдутся нормально, должны пройти. Грус должен пройти. И как раз Данила может попасть ему в спину поработать. Да, да, да. Но я думаю, что еще не раз они сегодня будут спорить между собой. Конечно, с точки зрения многоборья, суммы многоборья, вот Рюст предпочтительнее. Именно за счет своих успехов на более коротких дистанциях. Но я думаю, что Данила еще поспорит. Ну, 37-58. Ну, скромно. Скромно для Данилы. Учитывая то, что 37-30 было в Коломне. Можно было попробовать превзойти этот результат. Но я очень верю в то, что Семеряков на этом чемпионате себя покажет. Честно скажу, вот после победы его в Херенвейне на 5 километрах он приезжал к нам в студию Матч ТВ. Программа «Все на матче». Мы долго с ним общались. И я, в общем, после этого общения, ну, просто окончательно укрепился в роли персонального фаната Данила Семерякова. Очень мне хочется, чтобы этот молодой человек выступал великолепно и выигрывал много и долго. Виталий Михайлов и Филипп Дюйшмидт. Датчанин, ну, датчан в многоборье не часто. Можно увидеть, мы их в последнее время, если и видели, то в масс-стартах. Но вот теперь отобрался на европейский чемпионат и Филипп Дюйшмидт. Ну, хотя бы расширение географии. Ну, а Виталий Михайлов опытный многоборец. 36-36 личный рекорд его на этой дистанции. Отметим также, что в этом сезоне Виталий выиграл этап Кубка Мира в масс-старте. Первая его победа в карьере. В долгой, продолжительной карьере. 37-98. Ну, вот, посмотрите, при личном из 37-ми Виталий, в общем, очень скромно начинает этот чемпионат. 38-69, но и датчанин до своего личного рекорда явно не дотянулся. Надо добавить, что Виталий Михайлов в этом году готовился весь год с Виктором Санычем Сивковым и в команде с Сергеем Трофимовым и Данилом Семериковым. В общем, да, выступает дружной командой и на чемпионате Европы. Ну, посмотрим, как у Виталия сложатся более длинные дистанции. Понятно, что эта группа как раз и делала, прежде всего, упор на длинные дистанции. Норвежский спор Ховард Бока Синдре Хендриксон. Любопытно, смогут ли норвежцы как-то вмешаться в спор за медали. Здесь, конечно, лидер, прежде всего, вопрос к лидеру сборной Сверлунда Петерсона, но Бока уже со своим опытом и Синдре Хендриксон с молодым задором. Да, Бока сильный разгон. Будет результат, будет результат. Ховарда 35-75, один из лучших личных рекордов. В принципе, всего три человека имеют личные рекорды из 36 секунд. Среди участников этого чемпионата это Силовс, это Бока и это как раз Сверлунда Петерсона. 36-36 в одно время, ну, сейчас сотые придется считать. А, нет, сотые не придется считать, но всего, получается, три сотые проиграл. Силовсу. Ну и, в общем, приличный задел относительно Патрика Рюста, Свена Крамера. Не глобальный, конечно, но приличный. Сверла Лунда Петерсона, Андреа Джованнини, выходит на старт. Мрачен Андреа, сосредоточен, ну, как-то, в общем, не очень у него даже и отборочные старты в этом сезоне складываются, итальянские, поэтому... Ну и Свера, наверное, тоже будет пытаться атаковать результат Силовса и Ховарда Бока. Свера, в общем, регулярно в многоборных чемпионатах становится призером и на Европе, и на мире. Ну, учитывая то, что в классическом многоборье на других континентах немного соперников, в общем, наверное, можно проводить параллели между чемпионатом Европы и чемпионатом мира. Свера здесь, ну, проиграл, он третий, он третий, 36-42, Андреа Джованнини пятый. Чуть похуже Круг делает, чем Бока, да. Ну, это все разница в сотых долях секунды. Ну, возможно, мое мнение субъективно, но мне кажется, что Педерсон прям очень сильно похудел сейчас. Не кажется тебе? Ну, может быть, давай посмотрим, он на пятерке будет больше времени его повнимательнее рассмотреть. Ну, может быть, как бы вот по сравнению с началом сезона. Немножко сбросил. И Лукаш Манн, 20-летний, даже 19-летний дебютант из немецкой сборной, и Габриэля Галли. Ну, вот так сложилась жеребьевка, что эти спортсмены здесь оказались в последней паре, хотя, конечно, ни на что они не претендуют. И личные, даже по 37 с лишним, у Галли вообще 37-89. Ну, и в этом сезоне быстрее 37,5 они не бегали. Ну, и начинают по 10-4, 10-5. Должны оставить и Семерякову, и Трофимову в десятке сильнейших. Нет, обходит. Чуть-чуть, да. Обходит, обходит как раз Дауде Фриса и Данилу Семерякова. 37-58. Было у Де Фриса и у Семерякова. Ну, вот как раз 9-10 место, которое они занимали, они перехватывают Габриэля Галли и Лукаш Манн. Но это, в общем, ничего ровным счетом не значит. Потому что не места, а именно время показано имеет значение. Ну, и я думаю, что... Да, мы понимаем, что еще три дистанции. То, что этим спортсменам уступил Данила Семеряков, он с лихвой отыграет уже сегодня. На пяти километрах будет очень любопытный спор. Так что это в самом конце нашей трансляции. Не пропустите. Ну, а у нас очередная заливка льда. Сейчас мы увидим окончательную таблицу. Ну, надо сказать, что Бок и Петерсон какого-то кардинального, такого глобального преимущества над Дрюстом и Крамером получить не сумели. Разница там в 2-3 десятые на 500-метровой дистанции. Ну, даже серьезно говорить об этом не приходится. Я думаю, что вот эта группа, Бок, Петерсон, Рюст, Крамер и, надеюсь, наши ребята подключатся после пяти километров, как раз и будут бороться за места в шестерке, в восьмерке сильнейших. Итоговая таблица. Забегов на 500 метров на Силовс первое место. Бок и Петерсон второй, третий. Получат они по корзине подарков и цветов. Ну, а Рюст и Крамер, я думаю, что удовлетворились своими результатами. Ну, и сразу вот вы видите в правой колонке, сколько, скажем, Трофимову надо отыграть у Харальда Силовса, чтобы опередить его в сумме многоборья двух дистанций. 9 секунд, я думаю, что вполне себе по плечам такая задача Сережи Трофимову и Даниле Семерякову 12,5 секунд отыграть.